Тема на РУ-ТВ Предприниматель звучит гордо. В вашем понимании предприниматель это кто? Тот, кто знает, где купить дешевле и продать дороже? Нет, предприниматель это человек, который умеет выстроить систему в любом бизнесе и начать зарабатывать и монетизировать свои знания. Вы с какого возраста ведете свою предпринимательскую деятельность? Как все началось вообще? Слушай, наверное, с лет 18, когда я еще когда жил в Беларуси, начал создавать интернет-магазин по продаже строительных отделочных материалов и сам их доставлял. А почему этот вариант бизнеса? Потому что у отца была компания и я уже знал все выходы, где у кого купить, знал как создать интернет-магазин, собственно, создал его и продавал. То есть потомственный бизнесмен? Во втором поколении получается? Можно сказать и так, да. Это как из серии, я изобретал, как анекдот старый, я изобретал вот это, потом делал вот это, потом это, потом это, а потом папа дал мне миллион и вот я стал миллионером. Нет, не из этой серии. Нет, история немного другая, потому что у отца бизнес 17-го года работал в очень жесткий минус и прям он терял деньги, он за 7 лет потерял чуть больше миллиона долларов и ушел в долг. И я обрел небольшой долг, взял еще больше долга на свой бизнес и потом это все вернул. Мне нравится масштаб личности. Небольшой долг я обрел в миллион долларов, а потом, я понимаю, что, можно ты, да? Да, конечно. Что ты сейчас в таком статусе, что миллион долларов тебя не страшит. Миллион не страшит. Угу. Ну давай тогда поподробнее. Я тоже хочу, чтобы меня и вас, соответственно, миллион долларов не страшил. Маркетплейсы, это потому что сейчас все ушли в онлайн? Да, потому что эволюция, можно сказать, товарного бизнеса. Раньше кому-то было комфортно на картонке мерить какую-то продукцию, потом все поняли, что зимой холодно, начали ходить в торговые центры. В торговых центрах уже тоже неинтересно, хочется, чтобы все домой приезжали. Лень, как бы, двигатель прогресса. Ну сейчас по-прежнему на картонках, просто в маркетплейсах, в пунктах выдачи. Ну, по факту да, зато тепло. Нет, но сейчас же еще доставляют прямо на дом, я, например, заказываю прямо на дом. Но это если продукты? Нет, одежда тоже. А тоже примерка. То есть ты, как человек, который, собственно, программу авторскую продаешь, советуешь развивать бизнес в онлайне, на маркетплейсах. Там быстрее и легче. Это однозначно самый простой сейчас способ, как начать зарабатывать в интернете, как начать именно на товарном бизнесе зарабатывать в интернете. И однозначно нет еще следующей ступени, где людям станет еще интереснее покупать. А у тебя есть, ну вот, может быть, такое предпринимательское провидение, следующий этап это какой? Вот сейчас маркетплейс, а дальше? Очень интересно. Сам в это погружаюсь и смотрю, но в товарном бизнесе пока следующего этапа не видно, потому что все приколы из разряда прямых эфиров, где ты можешь закупать товары, всякие коллаборации прямых эфиров с блогерами, это все равно надстройка над маркетплейсами, это просто другие опции. Хорошо. Для людей, которые мечтают начать свою деятельность на маркетплейсе, у тебя есть советы? Начать как можно быстрее. Это самый главный совет. Так, первый совет бесплатно. Начать как можно быстрее. Все остальные через несколько музыкальных минут здесь, на телеканале РУТВ. Не уходите. Все-таки не зря в понятии шоу-бизнес, вторая часть относится к бизнесу. Вот о бизнесе мы сегодня говорим с моим гостем. В гостях Павел Шевченко, предприниматель, эксперт по продажам на маркетплейсах, автор программ по запуску и развитию брендов. Так, Павел, мы остановились на советах для тех, кто тоже хочет попробовать свои силы на маркетплейсах. Что делать-то? Ссуду брать кредит? Самое простое. Берешь и запускаешь петлю необратимости. Берешь и делаешь первое действие. Например, заходишь на YouTube и изучаешь какие-то видео, где говорят, что нужно делать, как нужно делать. И по таким простым видео из интернета просто берешь, находишь какой-нибудь первый товар, едешь на рынок. Или, может, даже не на рынок, а ищешь где-то в Китае и завозишь. То есть петля необратимости, это значит начать движение, которое ты уже не сможешь остановить? Ну да. Можно ИП открыть, например. Стать с дивана. Да. Первые. Да. То есть мотивация прежде всего. Ну, однозначно. А если говорить о финансовой составляющей, вот для старта бизнеса в интернете, на маркетплейсах, какая сумма нужна? Есть несколько разных стратегий. Есть люди агитируют, что можно с 50-ти, со 100-ти тысяч начать. О рублях? Да. Мое мнение, что там хотя бы 500 тысяч рублей нужно для того, чтобы вот точно запустить и не бегать в торопях и искать где-то дополнительно деньги и сконцентрироваться на заработке в этом бизнесе. То есть я правильно понимаю, что это должны быть не последние 500 тысяч рублей у вас? Не то, что если вдруг вы прогорите и потеряете, все, вам больше не на что жить, правильно? Однозначно. То есть это должен быть капитал, которым вы можете в случае неудачи пожертвовать? Да, да. Как и в любом другом бизнесе. А неудачи при продажах на маркетплейсах часто случаются в процентном содержании? У вас же куча учеников, вы их курируете, да? Вот статистика есть какая-то? Самое классное, что это товарный бизнес, и ты в любом случае закупаешь товар. И здесь есть два главных критерия, которых нужно соблюсти. Первое, чтобы товар был качественным и хорошим. А второе, чтобы он был по адекватной цене для тебя. То есть в любом случае ты этот товар продашь, если он качественный. Поэтому если ты проверил его перед закупкой, продал, то в худшем случае в ноль распродался, в небольшой минус, и деньги вернулись. Зато есть опыт. А как понять, что лучше зайдет? Ведь мне кажется, все все уже продают. С чего начать-то? Да, но есть сервисы-аналитики, которые вообще полностью предоставляют внутрянку. То есть раньше как в торговый центр заходишь и не понимаешь, что лучше продается. А сейчас заходишь, и под каждым продуктом можно посмотреть, сколько раз его покупали, сколько раз он купился. В прошлом месяце, два месяца, три месяца назад. Ну и сезонность плюс, наверное, да? Да, однозначно. Глупо летом санки и лыжи продавать? Да, и на протяжении нескольких лет. Но, кстати, глупо продавать, но готовиться очень даже вовремя. А лучше всего по-прежнему, да, наверное, какие-то еда продается, одежда? Одежда. Первая ниша, вторая – это обувь. И в топ-5 еще дополнительно идет косметика, техника и все, по-моему. А ты сейчас что продаешь? У меня сейчас три бренда. Это 18+, товары для взрослых, это Бады, Спортпит и косметика. И прямо сейчас запускаю четвертое – это одежда. Ну, я правильно понимаю, что это ты не производишь? Ты ищешь, где купить у производителей, там, поставщиков, и уже сам размещаешь на своих площадках, где реализуются? Почти так. Это контрактное производство, то есть это другие производства, которые, в принципе, производят продукцию под моим брендом. То есть бренд принадлежит мне, он, на нем мои все этикетки, все названия, просто внутри продукт, который производит другой производитель. Оборот компании сейчас какой? Сейчас более 150 миллионов рублей в месяц. 150 в месяц. При этом ты сам, ну, сколько человек трудится? Может быть, у вас там 150 миллионов, каждый по рублю получает? Не 150 миллионов, но 100 человек. 100 человек – это, включая склад, это вся команда, которая работает над этим проектом. Даже чуть меньше, это еще дополнительный проект там с другими странами. За сколько ты построил такую мини, но все-таки империю? Да. Ну, вообще, я начал этим бизнесом заниматься 6 лет назад, но полноценно, скажем так, к тому, что нужно нанимать команду, уже не такой, не самозанятый, года 4-4,5. Возможно, для кого-то нынешняя работа действительно станет бывшей. Продолжается программа «Тема». Говорим о бизнесе, причем бизнесе в онлайне, на маркетплейсах. Павел Шевченко в гостях сегодня, человек, который знает про это, ну, если не все, то очень-очень многое. Вообще, для тебя есть какие-то темные пятна еще? Да, в принципе, бизнес — это, наверное, одно большое темное пятно. Ну, я имею в виду именно маркетплейсы. Одна большая неопределенность. Или ты изучил? Я изучил, но, опять же, мы же все не знаем. А ты не думал, кстати, создать собственную площадку какую-то? Или еще не можешь потягаться с такими гигантами? Наверное, нужен совсем другой масштаб личности и совсем другое финансирование, другой подход к бизнесу. Ну, лиха беда начала, я тебе желаю, по крайней мере. Спасибо. Мы договорились обсудить момент отличия выгодного конкурентного преимущества тебя, как продавца, от всех остальных. Вот, допустим, ты говоришь, я продаю, там, косметику или одежду. Десятки продавцов, десятки тысяч продавцов выходят на маркетплейсы. Как сделать так, чтобы именно у тебя покупали? Все очень просто. Нужно просто брать и анализировать, что есть на рынке прямо сейчас. То есть ты заходишь ко всем своим конкурентам, читаешь позитивные и негативные отзывы, читаешь вопросы пользователей и смотришь, что же их действительно интересует. Сортируешь, выбираешь самое популярное, и это то, на чем нужно делать акценты в твоем, собственно, продукте. Меняешь, делаешь его лучше и тестируешь это на какой-то фокус-группе и начинаешь продавать. Ну, а бизнес-уловки из серии для вас, как для проверенного клиента, скидка или там что-нибудь такое? Ну, на маркетплейсах, в принципе, нет такого формата, что ты можешь напрямую кому-то написать. Прямых контактов нам, к сожалению, маркетплейс не дает, поэтому обходимся без этого. Но есть небольшие уловки, когда ты вкладываешь какие-то визитки, где ты сообщаешь пользователю, что он может написать тебе, получить какое-то вознаграждение, либо поделиться отзывом и многое другое. Покупал ли армию ботов, которые писали, вот у этого магазина купите самый лучший сервис, они вообще такие классные? Нет, такого мы и не делали. Раньше была такая фишка, как накрутка поведенческих факторов, когда можно было миллион раз зайти на свою карточку товара и поставить лайк, и ты выходишь в топ. Но это уже больше двух лет не работает на маркетплейсах в России, поэтому этим больше не занимаемся. Хорошо, о правилах бизнеса давай поговорим. Ну что есть, например, самое распространенное правило – не ведите бизнес с родственниками. Среди ста твоих сотрудников есть твои родственники? Нет, нету ни одного родственника, более того, даже нету человека, которого я бы назвал другом, в плане того, что вот он был другом, и потом мы начали работать. Почему? Это по принципу? Они все отвалились или что? Или у тебя принцип действительно не работать с ними? Я пытался, несколько раз пробовал, но, к сожалению, это не получилось. Но мне нравится обратная пропорция, когда ты начинаешь работать с людьми, и потом они становятся твоими друзьями. Это дружба гораздо более сильная. Дружба, которая зиждется на общей прибыли, гораздо более крепкая, чем просто дружба, я тебя понимаю. Есть прикол, что партнерства, которые, когда ты запускаешь бизнес, разваливаются в двух случаях. Первое, когда нет денег, а вы планировали, а второе, когда очень много денег. Не можете поделиться? А по поводу семейного бизнеса? Ну, вторая половина твоя. С тобой в бизнесе или нет? Нет, не со мной в бизнесе, потому что здесь тоже какое-то разделение. У меня есть четкое понимание, что с человеком есть две роли, допустим, в отношениях. И в случае, если ты нарушаешь эти роли и добавляешь две другие роли в бизнесе, то начинаются какие-то колебания. Где-то будет перекос. Где-то будет перекос, и очень сложно это сделать в баланс. Что еще? Денег ты не даешь, например, в долг? Денег очень долго вообще никогда не давал в долг. Потом я сделал небольшую поправку и с лучшими друзьями, с которыми я абсолютно уверен, что все классно. И в дополнение я понимаю, что я эти деньги уже потерял, то могу дать какую-то сумму в долг. Но это крайне редко и очень-очень редко. Возвращаемся в эфир. Очень интересная и, самое главное, познавательная беседа у нас сегодня. Павел Шевченко напротив меня, предприниматель, эксперт по продажам на маркетплейсах, автор программ по запуску и развитию брендов. Павел, изучил соцсети твои. Ты вообще человек-путешественник. Не то, что я с завистью об этом говорю, но я понимаю, что твой бизнес можно вести с любой точки мира. Да, есть две опции. Первая, когда ты не умеешь работать с командой, то тогда у тебя нет вариантов путешествовать. Если ты умеешь и прокачался в этом, а я в этом прокачивался последние три года, то, естественно, можно работать удаленно и кататься. Любой бизнесмен скажет, что делегировать, то есть отпустить свой бизнес, доверить другим, это самое сложное. Как ты через эту ломку прошел? Это самое сложное, но это нужно перебороть один раз, в случае, если хочешь быстро масштабироваться, расти и все-таки не все свое время убивать на свой бизнес. Какую часть ты себе сейчас отвел в твоей компании? 100 человек на тебя трудятся, 4 больших направления для продажи. Чем ты занимаешься? Отдыхаешь, снимаешь рилсы? Да, мое основное задание в этом бизнесе – это контролировать отчеты, которые есть по показателям, которые мы запланировали на год, и давать какие-то рекомендации в случае, если я вижу, что мы отстаем от плана. Если все работает хорошо по плану, то я просто раз в месяц выхожу на созвоны, слушаю, какие есть вопросы, какие сложности и все. А у вас всегда прям все по плану? Нет, конечно. Мне кажется, что вести бизнес в России – это значит, что… Да, это очень сложно прогнозируемый бизнес, особенно товарный, особенно на маркетплейсах, поэтому, к сожалению, все идет не по плану. Один год – супер, мы перевыполняем план, второй год – наоборот, недовыполняем. А какие у вас эти потери, расскажи, вы уходили в минус? Внутри одного месяца, конечно, когда выплачивали НДС, потому что мы НДСная компания, и когда переходим на НДС, платим огромные налоги и один месяц уходим в минус, потом все работает хорошо. Что ты делаешь, когда вы в минусе? Свои деньги платишь людям? Нет, это называется финансовое планирование, когда ты на протяжении года планируешь, видишь, где какие будут просадки, и тебе хватает бюджета. А такого не было, что ты свои деньги отдавал, вкладывал? Может быть, в начале, наверное, да? Ну, самая большая, самая сложная ситуация была, наверное, год или полтора назад, когда финзир сказал, что вот сейчас у нас через 3-4 месяца возможен кассовый разрыв, нужна определенная сумма. Мы взяли займ на эту сумму, все решили, укомплектовали, и все прошло хорошо. Расплатились ли еще в долгах? Нет, конечно, все хорошо. Шикарно. Еще одно направление, в котором ты, можно сказать, эксперт, потому что ты продаешь собственные знания, да, это построение как раз этой модели бизнеса, как вести их на маркетплейсе, как вести его, ну, или их продажи. Да. Да, расскажи, как ты к этому пришел? Ты понял, что это лучше всего сейчас будет продаваться? То есть хочешь научиться самому, учи других? Во-первых, что если ты хочешь чему-то сам научиться, то однозначно учи других, и ты еще больше будешь в этом разбираться. Ну, и второе, у меня внутренне была огромная мечта становиться более популярным, известным медийным человеком, и я очень долго, наверное, года три делал социальные сети, ничего не продавая, и говорил, что я точно не буду не продавать никакие инфопродукты, и в какой-то момент я понял, что люди-то не понимают, зачем быть на меня, в принципе, подписанным. И это было решение, как получить дополнительную мотивацию и не забивать на социальные сети, и запустить дополнительный бизнес в виде инфопродуктов. Так, значит, ты ведешь свои страницы во всех социальных сетях, рассказываешь, делишься секретами? Да. Это я правильно понимаю, что первый секрет порция бесплатна, остальные купить в мой курс? Если посмотреть все мои оффлайн выступления, все мои какие-то прямые эфиры, вебинары и так далее, за три года, например, последних, то можно на сто процентов собрать всю картинку и абсолютно бесплатно запустить бизнес. Но кто сделает это, абсолютно неизвестно. Времени нет столько, конечно. Да, поэтому, естественно, где-то как-то порционно какая-то информация, и потом люди приходят для того, чтобы не рыскать везде по интернету, и берут полноценный продукт. Как это выглядит? Это серия лекций, курсов, это там вебинары с тобой, или ты начинаешь курировать чьи-то продажи и ведешь этот бизнес? Как это выглядит? Есть просто два разных продукта, один с более индивидуальным погружением, а один с более общим. И там, и там это серия записанных видео, серия прямых эфиров, ну и в индивидуальном сопровождении еще индивидуальное погружение со звона по зуму, где мы говорим, что как делать. Программа «Тема» на телеканале РУ-ТВ. Живой и неподдельный интерес вызывает сегодня беседы с нашим гостем Павел Шевченко, предприниматель, эксперт по продажам на маркетплейсах, автор программы по запуску, программ «М», во множественном числе по запуску и развитию брендов. Павел. Да. Значит, два вида есть. Можно купить просто программу, а можно, чтобы ты еще и лично сопровождал. Да. О каких суммах речь? Вот если человек хочет, вот сейчас что-нибудь продать, какие там сумки в Китае покупают, перепродает, плохо идет. Хочет, чтобы пришел гуру, консультант и помог. Сколько надо отвалить? Слушай, да, вообще две программы, они нацелены на то, чтобы действительно помочь людям и довести до результата. Поэтому туда нельзя просто взять, прийти и сказать, вот сумма денег, покупай. На вторую программу, например, проходится интервью, где я смотрю бизнес, диагностирую и говорю, можно помочь, нельзя помочь. Смотрю с человеком, знакомлюсь и понимаю, потому что мне с ним работать там 4 месяца. Индивидуальный подход ты имеешь в виду, да? Да, и это точно обмен энергией в обе стороны. И эта программа стоит однозначно меньше, чем человек сможет зарабатывать там в тот же, первый же месяц. И это в первой программе. Во второй программе там окупаемость, она чуть позже, но основная концепция того, что первая программа приводит человека к 1 миллиону чистой прибыли в месяц, который он может доставать на себя из бизнеса. А это на секундочку возможно, когда твой бизнес зарабатывает там хотя бы 5 миллионов, ты не можешь всю прибыль доставать. А вторая программа нацелена для того, чтобы сделать ярдовую компанию, в которой будет более миллиарда рублей выручки в год. Я не тем занимаюсь, ребята. Все, ухожу на маркетплейсы. Как понять, что это твое или не твое? Ну вот человек сейчас нас смотрит, наслушается, найдет эти полмиллиона, возьмет в кредит, накупит чего-нибудь, изучит, скажет, что сейчас лето, надо покупать средства от загара. Ну, вернее, для загара от солнца, да? Начнет продавать и ничего не идет у него. Сколько надо себе дать на вот этот испытательный срок тебя как бизнесмена? Слушай, если у тебя что-то не получается, значит, ты просто прилагаешь как бы не те усилия не в том месте. Соответственно, тебе нужно либо поменять стратегию своих продаж, если ты все еще хочешь заниматься этим бизнесом, ну, либо распродать все в ноль и забыть. Там, как по мне, для того, чтобы начать, сначала нужно изучить там всю базовую информацию, как строится товарный бизнес, его историю. И понять, откликается товарный бизнес или нет. Собственно, я для этого сейчас, я всегда отказывал новичкам и говорил, блин, ну, это не ко мне обучение, я вот более с продвинутыми селлерами, мне с ними больше нравится работать. Сейчас я для них пишу книгу, это там будет до тысячи рублей, ты покупаешь книгу, читаешь всю историю товарного бизнеса, как он развивался, как развивались маркиплейсы и понимаешь, интересно или нет. А если интересно, то у тебя это точно получится. Если, как бы, три месяца не идет, все, пора, оставляем и уходим на завод назад работать или нет? Ну, у меня, например, в этом бизнесе, когда мы запускали именно российское направление, восемь месяцев был минус в бизнесе. Но на девятый месяц начался плюс, мы нашли ту самую стратегию, которая приносила деньги и хорошо выросли. Поэтому, на мой взгляд, лучше не сдаваться после третьего месяца. Ну, просто у тебя была финансовая подушка на восемь месяцев. Однозначно, да. Вот. Да, в другом бизнесе у меня начался заработок с первого месяца. Скажи, пожалуйста, громко, авторитетно, экспертно людям, что сначала надо запустить этот второй источник дохода, не бросая свою основную работу, и только потом уже с ней расставаться. А то, как у нас делают люди? А, увольняюсь, иду на маркетплейс торговать чем-то там. Да? Сто процентов. Еще раз, вот туда и прямо скажи. Самое важное, это сначала тот источник, который у вас доход дает, его нельзя ни в коем случае бросать. Ты сначала тестируешь гипотезу с минимальными затратами в другом бизнесе, получаешь какой-то первый результат, понимаешь, что можно масштабировать исключительно благодаря твоему времени, и потом только отказываешься от первого и начинаешь инвестировать время во второй бизнес. Эфир заряженный на обогащение. Вот так я хочу его себе представлять. У нас сегодня Павел Шевченко в гостях, эксперт по продажам на маркетплейсах, предприниматель и автор программ по запуску и развитию брендов. Павел, а для чего вы других конкурентов себе обучаете? То есть, маркетплейс не резиновый, зачем вы плодите конкурентов себе? Потому что это комьюнити, когда ты учишься об других людей, грубо говоря, и таким образом узнаешь что-то больше. И люди в благодарность этому делятся с тобой какими-то фишками и какими-то новостями. Соответственно, я очень много уже внедрил именно в свой бизнес, что-то благодаря людям, которые приходили учиться ко мне. Важно ли, кто учит? Уверен, что важно, да? То есть, таким образом вы пытаетесь, ты, прости, но мы на ты договорились, ты пытаешься свой личный бренд выстроить, правильно? Да, однозначно. И вторая причина, почему же я, собственно, это делаю, потому что у меня есть давняя мечта. Быть более медийным, мне это нравится, мне это интересно. Так тогда тебе надо запеть. Но пока не нравится петь. Давай клип снимем. Нет? Нет, мне больше нравится бизнес-тематика и в этой сфере развиваться в таком формате. И это именно инструмент, благодаря которому можно остановиться более популярным, потому что я три года вел разные социальные сети, и у меня, к сожалению, не получилось не то, что доказать людям, а показать людям, зачем им быть на меня подписанным. Они постоянно смотрели что-то, отписывались, не понимали для чего. И после того, как я создал свой продукт, стало супер понятно, зачем быть на меня подписанным и что от меня получать. Для тебя авторитет в бизнесе кто? Илон Маск? Да нет. Если честно, у меня нет таких прям авторитетов в бизнесе, за которыми я слежу. Я сторонник, скажем так, брать от всех, кого я вижу в инфополе или где-то за кулисами, где я знакомлюсь с людьми, их сильные стороны и перенимать в свой бизнес. А из наших бизнесменов? Для тебя человек, с которым ты бы хотел поработать, с которым ты хотел бы поучиться? Да, тоже, наверное, не скажу конкретно, потому что я знаю, наверное, только самые громкие имена, но я не углублялся в то, как строился их бизнес и благодаря чему их бизнес вырос. Когда выйдет твоя книга? Через месяца полтора-два где-то. Как будет называться? Будет называться «Продано». Хорошо, пусть больше будет оправдывать на свое название эта книжка. Кстати, вот сейчас ты мне сказал, что 150 миллионов в месяц делает компания. Какой сумме ты стремишься, после которой скажешь, все, можно отдыхать? У меня есть цель войти, скажем так, в клуб трех запятых. Это в одном миллиарде, три запятые, я даже набил для этого татуировку, и вот третья не заполненная, но это в долларах. То есть, ну, в рублях, соответственно, можно перевести сильно больше. То есть, ты хочешь быть долларом и миллиардером? Да. Хорошая мечта, скажу я. Цель. Цель, да. Ты вообще весь притягиваешься, тут доллар, тут запятые. Да, тут вот еще доллар есть. Ничего себе. А помогает ты как-то на удачу на этот? Да, их надо? На удачу не натираю, но, видимо, помогает. Хорошо. Мы сегодня достаточно много советов дали для тех, кто мечтает или уже делает первые шаги. Может быть, есть еще один совет. Я знаю, что у тебя их огромное количество будет в книге. Наверное, она будет такая увесистая. Но, тем не менее, что еще ты хочешь понапутствовать сказать? Наверное, самое последнее, когда начинаете бизнес на маркетплейсах или абсолютно любой другой бизнес, крайне важно всю прибыль сразу не доставать на себя. Понимаю, что хочется накупить каких-нибудь шмоток, дорогих цацок и так далее. Но лучше большую часть реинвестировать в бизнес, для того, чтобы в какой-то момент не остаться без денег или в ситуации, когда бизнес перестал приносить тот доход, о котором ожидали. Записали? Выучили? Пользуйтесь! Павел, спасибо огромное за встречу. Я хочу преподнести эти красивые цветы, чтобы вы своей половине их передарили. Все-таки весна, красота, любовь. Да, спасибо от нашего партнера «Цветочки» на память о нашей встрече. Спасибо. Всем бизнеса развлекательного, ой, развлекательного, да, развлекательное телевидение. Все бизнеса доходного. Спасибо, что были с нами. Павел Шевченко, Максим Привалов, телеканал РУТВ. Увидимся, пока.